Наш традиционный после матча комментарий. Вяткина, Добрыня, 2-0, конец первого круга. С нами Иван Бобылев, главный тренер команды Добрыня. Можешь комментарий, пожалуйста. Как сказать? Можно так сказать, вовремя по ушам нам дали. Ребята, наверное, некоторые у нас подумали, что команда первый раз собралась, уже на первом месте идет после 7 туров. Думают, что уже все, наверное, могут. А вот этот матч как раз расставил все по местам. Я их до этого говорил. Даже рад был, что мы с Вяткиной играли в конце первого круга. Думал, сейчас есть еще время наладить связи, еще что-то. Но сейчас все равно матч расставил все по местам. Ребята намного опытнее. Быстрее обращались с мячом, все как обычно. Единственное, есть, конечно, положительная динамика в сравнении с тем, что мы играли полтора месяца назад. Плюс, конечно. Но сегодня я, признаюсь честно, совсем другого результата ожидал. То есть, вообще не оправдались ожидания у меня. Мы какую уже игру, мы ломаем голову со вторым тренером. Как у нас наладить игру в центре поля, я еще вообще не придумал. Все игры в центре поля все проиграны. Если бы мы наладили игру в центре поля, более-менее, я думаю, мы с нормальным запасом уже очков шли в второе или первое место. Но пока вот так. После удаления центрального полузащитника команды Вяткина, капитана команды, как-то изменилась игра в центре поля? Стало ли легче? У нас особо игры, как вам сказать, у них изменилась игра. Ребята начали бить мяч в лес, по 15 минут его выбивать. Ну, как бы, я их могу понять, в принципе, они играли на счет. Но мне не понравилось то, что мы, имея на одного игрока, больше свалились на игру вперед. То есть, играли в теннисбол туда-сюда, туда-сюда. То есть, никакой конкретики. Можно было просто передачам доходить до ворот соперника. Мы били просто вперед. Мне это очень не понравилось. Сложилось такое впечатление, да, что дальние передачи совершенно не проходят. Была ли какая-то установка играть более комбинационный футболнизм? В том-то я... В этом-то меня и бесит, что мы вообще планировали по-другому играть. А свалились на эту игру. Я с бровки как-то не пытался не кричать. Походу, ни до кого не докричался. То есть, ну... Мечтаю я, конечно, о том, как Зиндин Зидан, когда он видит свои игроки, когда забивает, он за голову хватается. И ему даже не надо именно руководить. А мне приходится каждый момент комментировать у ребят. Ну, мы к этому, как сказать, стараемся. Для этого мы и тренируемся, чтобы эти связи налаживать. Но ничего. Я думаю, что у нас Святкина последняя игра в чемпионате. Я думаю, это будет совсем другая игра. Ребята приедут, и я думаю, что нелегко им будет. Нелегко. Смотрели вот три игры. Вот я обозревал. Всего один пропущенный мяч. Сейчас совсем другая нагрузка на оборону. Как всегда защитники чувствуют? Ну, как сказать, защитники-то я более-менее стараюсь их друг от друга не убирать. То есть, чтобы они играли полный матч, чтобы они сыгрывались. Более-менее я им доволен. За исключением второго мяча. Я особо не видел, из чего он пришел, как там получилось. Нет взаимопонимания. Там, видимо, не было у вратаря с центральными защитниками. Ну, ничего. Мы это все наверстаем. Но нагрузка на них приличная. Потому что мы провалим какую игру в центре поля. Ребята только и делают, что отнимают мяч. Я больше скажу, им большой плюс о том, что они пытаются мяч отнять и пытаются еще отдать своему. Не просто выбивают по аутам. Но с центром поля беда огромная. Я не знаю. Самому заявляться будем. Будем думать, что делать с этим. По итогу первого круга? Довольны, недовольны? Если не брать сейчас вот этот матч в разбор, да. В целом первым кругом довольны. Не знаю, как там по таблице. Может, мы и на третий спустимся. Но, в принципе, более-менее нормально. Ровно идем. Все-таки надеюсь, что поставим мы игру в центре поля. Это вот самый главный на повестке дня вопрос. Поверишь, нет. Каждый день об этом разговариваем. Говорим, думаем, как что лучше. Ну, пока не особо получается. Будем с ребятами над этим работать. Но, в целом, я считаю, что результат нормальный. Для команды, которая собралась там 2-3 месяца назад, впервые друг друга увидели. Это нормально, достойно, я считаю, результат. Удачи, добрыния в втором круге. Спасибо.